смотрите только какая прелесть вот любители собак эти англичане как я и говорила вам куда бы не приехала я везде собачники а вот пожалуйста вам и птички это любимая птичка робин по-английски а по-русски это малиновка поет великолепно все ручные звери снова всем привет друзья привет из солнечной англии солнечная ставлю в кавычки потому что в англии у нас погода не очень ночью сегодня было минус 3 а сейчас вот 6 градусов плюс и сегодня у нас четверг 9 февраля 2023 года но так как я веду свой канал из англии несмотря на то что я буду сегодня вам рассказывать о Таиланде показывать по тайю и сегодня я буду вам рассказывать о том какие изменения там произошли в Таиланде ну и съемочки небольшие очень красивых мест и я также вам скажу как получилось так что я приехала в Таиланд в общем-то одна ну и вот друзья давайте мы с этого как раз и начнем а на экране у нас пока я вам буду рассказывать пляж Козий Бич очень тоже красивое престижное место здесь великолепный вид потому что Козий Бич расположен на холме недалеко от холма Будды ну и я вам постепенно в процессе своего рассказа буду немного останавливаться именно вот на красотах этого места Козий Бич да и кстати огромное спасибо всем кто мне пишет в комментариях что меня ждали что соскучились за моими видео и в общем-то даже многие переживали куда я пропала и куда я исчезла и я никуда не пропала я опять тут снова с вами друзья и я обещаю что я никуда не денусь впредь потому что огромная ответственность когда у меня на канале уже более семидесяти тысяч подписчиков друзья в Таиланде я отдыхала не одна и вообще произошла вы знаете очень странная такая история ну как которая часто наверное происходит именно со мной мы договорились с моей очень хорошей знакомой заранее еще в октябре месяце с ней списались она живет в другой стране и мы решили что посъездим-ка мы вместе вот в Таиланд я очень много ей рассказывала как здесь здорово ну и я ее конечно же увлекла она ни разу не была в Таиланде и решила тоже ехать но вот к сожалению у нас все сорвалось я билет смогла купить себе на 1 декабря в Бангкок в Таиланд а вот у нее ничего не получилось отдыхать одной конечно можно но это не очень хорошо как вы понимаете и я очень расстроилась что придется мне лететь одной потому что возвращать билеты на самолет вы знаете уже сейчас это вообще не представляется возможным просто пропадают деньги ну и конечно же я полетела и вот знаете как интересно получилось что я тут же в аэропорту в первый же день познакомилась с другой женщиной которую зовут Татьяна которая приехала из Днепра из Украины и с которой мы сразу познакомились подружились поехали вместе в Паттайю и дальше мы уже отдыхали там все два месяца с Татьяной и кстати вот иногда она попадается здесь на моих видео вы ее можете увидеть а вот это на экране сейчас как раз у нас это очень красивый ресторан называется Три Русалки и вот мы пришли с Татьяной посмотреть что в этом ресторане и сможем ли мы заказать там столик на мой день рождения день рождения у меня в конце января те кто меня поздравил спасибо большое всем ну и вот мы с ней пришли нам посоветовали прийти и посмотреть этот чудный ресторан с прекрасным видом называется Три Русалки вот именно сейчас здесь я его вам и показываю во всей красе мы здесь погуляли посмотрели цены посмотрели вид прекрасный посидели даже здесь видите я для вас и видео сняла но мы хочу сказать что несмотря на необычность этого отеля вы знаете все таки меню когда мы посмотрели мы ужаснулись какие здесь высокие цены все наверное в три или в пять раз дороже чем обычно где-то в других местах ну достаточно хотя бы сказать что сок здесь смузи коктейль стоит сто пятьдесят бат когда в других местах в обычных он стоит от двадцати до тридцати бат ну вот такие цены немыслимые просто и вот как раз наверное самое время вам рассказать что касается нынешних цен в Таиланде и насколько изменился Таиланд за вот эти вот жуткие три года карантина двадцатый, двадцать первый, двадцать второй год по-моему я правильно говорю три года и в Таиланде произошли перемены не в лучшую сторону многие тайские маленькие кафешки закрылись обанкротились вот может быть кто-то помнит на протомнаке на русском квартале была такая улица на которой сплошь располагались массажные салоны кафешки экскурсионные какие-то маленькие бюро ну вот например я помню что в двадцатом году мы ездили на экскурсию парк орхидей очень хорошая экскурсия но она коротенькая однодневная и она стоила либо 700 либо 800 бат а здесь она уже стоила 1500 1700 такая же история с камбоджей я помню что в камбоджу когда мы ездили для того чтобы продлить себе визу обычно пересекают границу чтобы визу продлить и возвращаются назад вот такая вот экскурсия в камбоджу с ночевкой мы ездили за 2700 бат а сейчас она стоит шесть с половиной тысяч можете себе представить как выросли цены на экскурсии вообще надо сказать что эти три года ковида они дались Таиланду очень нелегко и вот впервые я приехала в этом году после трех лет отсутствия как сильно бросилась в глаза что все буквально в упадке вы знаете красивейший мой любимый холм Будды который находится на Протамнаке совсем совсем недалеко от того места где мы жили ну там в гору подняться где-то наверное минут 20 идти и я там все время была в прошлые года а вот сейчас мы пошли туда я повела туда Татьяну чтобы ей показать красоту этого места и насколько же было мое разочарование когда там я увидела сплошное запустение я даже вы знаете не сделала там ни одного видео потому что не захотела даже и вас разочаровывать вот у меня есть если кто желает в правом верхнем углу я вам скину как я показывала холм Будды и насколько там было красиво все было чистенько ухожено было очень много посетителей всегда там играла расслабляющая буддистская музыка и туда хотелось приходить и приходить но вы знаете может быть даже есть какие-то и свои плюсы а не только минусы в том что Таиланд отдохнул от такого огромного количества туристов вот смотрите я вам показываю центральный пляж как раз на Протамнаке по шестой сойке вниз где мы обычно всегда и отдыхали так вот обратите внимание очень чистый берег очень чистая вода в Сиамском заливе чего в общем-то раньше наверное не хватало так здесь на городском пляже я помню раньше было достаточно грязно скажем так а сейчас просто великолепная прозрачная вода и не надо ездить на калан для того чтобы насладиться купанием в этой теплой воде Сиамского залива вы знаете температура воды плюс 27 я специально узнавала и вот в такой теплой комфортной воде можно было конечно плавать часами что в общем то мы и делали они приходили на этот пляж и по два по три часа делали заплывы Сиамский залив он вы знаете не страшный там нет никаких страшных рыб или еще чего-либо подобного там по-моему даже и медуз то нет если они есть то они совсем совсем малюсенькие и они не мешают практически ну и потом посмотрите какая тень шикарнейшая на всем этом пляже вот как называется это эти деревья которые там растут это не пальмы конечно же от пальм мало солнца мало тени солнце в Таиланде очень сильная температура средняя была в декабре в январе плюс 30 плюс 33 довольно жарко поэтому знаете находиться на открытом солнце даже и опасно но даже и находясь в тени за два месяца все мы имели прекрасный бронзовый загар да и еще именно на этом пляже в тени этих деревьев можно было часто встретить медитирующих людей и это были как ни странно не тайцы а европейцы скорее всего что они пытались достичь просветления так же как и Будда в свое время достиг просветления под религиозным деревом бодхи дерево бодхи это в общем то обычный фикус его можно в Таиланде встретить очень часто и вот чаще всего это дерево оно обвязано множеством ленточек вот повязывание ленточек на деревьях где-то на пальмах на лодках это признак очень большого поклонения и уважения в Таиланде ну а я на пляже в Таиланде и утром и вечером занималась фикс культурой вот в частности вот джгонка если не знаете обязательно почитайте про это великолепное упражнение оно легкое и тем не менее говорят что оно вообще от всех полезней посмотрите почитайте мне это упражнение очень очень помогло ну и вообще в Таиланде климат для меня наверное просто потрясающий то что я вам рассказывала когда я вернулась в Англию я спала несколько дней не могла в себя прийти валялась и мне сказали что это у вас адаптация да понятно конечно адаптация потому что разница во времени 7 часов и такие длительные перелеты но самое то интересное то что когда я прилетаю в Таиланд я чувствую себя великолепно просто с первого дня никакой адаптации ничего подобного не происходит я просто начинаю сразу бегать очень активно и включаюсь моментально в эту жизнь я в Таиланде худею вот опять за два месяца я без проблем похудела на 12 килограмм почти на 12 килограмм и вот вы знаете это было абсолютно не трудно потому что жарко кушать не хочется потому что очень много двигаемся очень много плаваем и вы знаете легкость появляется буквально с каждой неделей и с каждым потерянным килограммом все легче и легче становится жить как вы наверное уже поняли Таиланд это моя любовь я себя здесь чувствую лучше чем где-либо но по-моему это не только я это замечают многие и многие сейчас кстати становятся экспатами то есть переезжают на постоянное место жительства вот именно в Таиланд и даже вы знаете не только наши граждане из бывшего СССР приезжают но также и европейцев очень много и в этом году я встретила тоже очень много европейцев в частности англичан я жила с такими рядышком мы общались и они уже на постоянно переехали в Таиланд купили здесь себе квартиру и живут по пять по шесть лет чувствуют себя прекрасно и не собираются обратно возвращаться в Англию ну и еще чем мне нравится в Таиланде это очень дружелюбная страна тайцы очень дружелюбный и гостеприимный народ все тебе рады всегда все улыбаются никакой никогда вы не почувствуете агрессии никакой здесь нет русофобии кстати обратите внимание специально вам остановилась показать вот это вот называется Yellow Tail это распространенный бренд австралийского красного и белого вина и обратили внимание что у нас здесь стоит бутылка такого вина тысячу бат курс одного фунта в Таиланде был сорок бат то есть получается что тысяча бат это 25 фунтов а вот в Англии такая бутылка вина стоит всего лишь навсего 7 фунтов поразили меня конечно эти цены но может быть это только в этом дорогущем пятизвездочном отеле ну а мы продолжаем гулять по Кози Бич и выбирать ресторан для моего дня рождения и вот в ресторане в следующем Татьяна заказала себе вот такую вот тарелку тайской еды я даже не помню что там и как там это называется но это уже было немножко дешевле чем в первом ресторане три русалки мы с ней решили так будем заказывать она в одном а я в следующем и смотреть как по вкусу и как по цене девушки мы с ней экономные деньги не транжирим ну и потом вы знаете все таки эти рестораны они ну достаточно высокие цены имеют знаете не разгуляешься вот эту вот тарелочку которую я показала заказала себе Татьяна она стоила 350 бат если переводить в доллары чтобы может быть было понятней то это 11 долларов а есть там в общем-то и нечего рис у нее там с какими-то кусочками курицы ну и потом нужно знать что покупать в Таиланде например те кто уже здесь давным-давно отдыхает то знают что вино здесь покупать не стоит вино лучше пить в той же Испании Италии или Франции будет вкуснее и дешевле уверяю вас впрочем точно так же как не стоит покупать в Таиланде никакие молочные продукты тайцы молоко в пищу не употребляют и после материнского молока они не знают никакого другого поэтому вот они сейчас в связи с тем что много туристов европейцев стали развивать молочную какую-то небольшую промышленность разводить коров но молоко очень дорого молоко в Таиланде в два раза дороже чем в Англии ну и сыры конечно тоже очень дорогие и невкусные ну а мы пришли в другой ресторан и в другом ресторане как я вам и говорила заказала себе еду я это такой салат из морепродуктов с креветками с кальмарами со всякими морскими гадами и вот этот салат из морепродуктов он был настолько спайси то есть очень острый хотя я попросила ноу спайси как обычно но нет есть было просто невозможно обратите внимание на тарелочку морепродукты перец чили и несколько листьев салата вот такие вот порции от которых особенно вы знаете не поправишься и мне это очень очень нравилось именно из-за этого может быть я и потеряла свои 12 килограмм потому что во первых здесь нет хлеба во вторых здесь я не ела вообще сахар а я только их сладкие фрукты ела и смузи ну и в третьих я не ела здесь никакой картошки то есть исключая углеводы и сахар уже можно похудеть как вы понимаете так вот эта тарелочка из морепродуктов салат такой мне обошелся также в 300 бат плюс обслуживание в ресторане то есть почти 380 бат ну я считаю что это дорого и незачем ходить по таким дорогущим ресторанам когда в другом месте в Таиланде можно найти гораздо дешевле и вкуснее где поесть а это я вам показываю тайскую макашницу распространенное очень явление во всем Таиланде вы можете здесь очень дешево купить и в общем то довольно таки неплохо приготовленные вот шашлыки из курицы или из свинины которая стоит 50 или 30 бат или вот например салат из папайи очень распространенное и вкусное блюдо тайское огромная тарелка стоит 50 бат ну я не предлагаю конечно из таких макашниц кушать каждый день но попробовать чтобы иметь представление как готовят тайцы тоже вполне себе интересно если кто-то скажет что ой там у них грязь вот как так можно там кушать вы знаете я вам что скажу это неправильное представление о тайцах что у них здесь все как бы грязно а мы такие все чистюли вот тайцы на этот счет имеют свое особое мнение они например считают наоборот что пришлые люди из европы которых они называют фаранги вот наверное от английского слова foreign иностранец у них называют всех приезжих фарангами не значит что они плохо к ним относятся но они считают что вот именно фаранги это люди грязные почему они так считают это если кто-то хочет поподробнее узнать вам видео всплывет мое справа вверху как обычно ну может быть достаточно сказать о том что тайцы всегда снимают обувь прежде чем зайти в помещение а вот иностранцы заходят в помещение в обуви и даже на кровать заваливаются тоже в обуви ну вот такое сегодня у меня видео для вас друзья обо всем понемногу я рассказала если у кого-то есть какие-то вопросы если возникли какие-то непонятные моменты пожалуйста спрашивайте пишите в комментариях ваши вопросы я обязательно всем вам отвечу может быть даже и в следующем видео отвечу потому что вопросов от вас у меня уже там накопилось какое-то количество я также как обычно напоминаю вам друзья пожалуйста не забудьте поставить лайк не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями если оно вам понравилось наверное все таки этим вы поможете мне продвигать мой канал еще хочу у вас узнать друзья есть ли у кого-то реклама когда показывают мой видеоролик или уже рекламу отключили полностью меня это интересует потому что только благодаря показу рекламы как-то монетизируется мой канал если у кого-то рекламу показывают пожалуйста не забывайте ее смотреть не пропускайте от этого зависит какая-то денежка которая капнет на мой канал ну вот так друзья на сегодня у меня для вас все я как обычно всех вас прошу пожалуйста берегите себя будьте аккуратнее и всего вам доброго увидимся еще всем пока пока и Субтитры подогнал «Симон»